Деньги делятся на две категории. У кого-то папа профессор, а у кого-то нет зимней куртки. Добро пожаловать на канал WatchGoth. И сегодня у нас на обзоре Курьер. И когда я буду стараться раскрывать для вас этот фильм, всегда держите в голове мысль о том, что главный герой произведения Иван, это как бы образ молодежи в целом. Фильмы про подростков это всегда интересно, потому что молодежь это отражение мира взрослых, но более наглядно, более открыто и более откровенно. И что касается фильма Курьер, это действительно очень тонкая и хорошо отражающая эту самую молодежь картина. Именно поэтому он смотрелся актуально в свое время, да и сейчас, спустя 30 лет, не теряет интереса среди зрителей. Его, как и любой настоящий шедевр, хочется посмотреть еще раз. Ведь одно из самых главных показателей настоящего искусства это то, что оно никогда не теряет актуальности. Даже если жизнь кардинально меняется, в нем всегда можно уловить что-то настоящее, что-то живое, что-то современное. Чтобы понять фильм, нужно прежде всего прояснить, почему повесть Шахназарова «Курьер», вышедшая в 1982 году в журнале «Юмность», очень быстро и стремительно снискала бешеную популярность у советских подростков. Ведь это было не время Ютуба, когда легко поддаться высоким оценкам или накрученным просмотрам. Это время сарафанного радио, где оценка так называемого качественного контента распространялась в большей степени именно устно, от человека к человеку. И благодаря этому то или иное произведение набирало популярность. И, конечно, то, что принимает молодежь, это вовсе не очерки из учебников и школьных фильмов. Это должно быть что-то родное, простое и понятное. Чем главный герой повести оказался так привлекателен советской молодежи? Что в итоге по этому произведению даже сняли фильм, который также снискал невероятную популярность? Давайте же постараемся детально разобраться с главным героем, его окружением, мечтами и, конечно, молодежи того времени, да и не только того. И прежде чем мы перейдем к разбору главного персонажа повести и фильма Ивану, давайте взглянем на, пожалуй, основную составляющую любого подростка – на его семью. Это было бы очень логично, особенно учитывая тот факт, что первые кадры фильма начинаются именно с нее, точнее с ее развала, с развода отца и матери Ивана. Мать главного героя – это женщина с драмой в сердце, вынужденная жить в одиночестве всю оставшуюся жизнь, с несбывшимися мечтами, как и подавляющее большинство взрослых, зарывших их в могилу быта. Ей, на первый взгляд, уделено не так много времени в фильме, но, тем не менее, этот персонаж раскрыт в полной мере. Одинокая женщина в состоянии хронической депрессии, в понимании того, что она уже далеко не молода, поезд ее отношений и карьеры ушел, и совершенно бессмысленно запрыгивать в эти призрачные вагоны в виде полковников, которые приглашают тебя в ресторан. А один там был, полковник, приглашал в ресторан, но я пошла домой одна. Отец Ивана – странный персонаж, совершенно отрешенный от семьи и воспитания сына, причем отрешенный не только после развода, но и до него. Он абсолютно не воспринимается в фильме, и кроме пальто и копья не видно его воздействия на Ивана, хотя вроде как относится он к нему хорошо. Но в кадре, где Иван стоит у бюста отца во сне, и тот спрашивает, как дела, совершенно очевидно прослеживается, что ответ – «Все нормально, пап?» – это, конечно, неправда. Иван – молодой парень, который в какой-то момент все осознал. Его выпинывают во взрослую жизнь, где впереди маячит кирзовый сапог, возможно, Афганистан и прочие в кавычках «радости» взрослой жизни. И отец, который так важен для сына в этот сложный период взросления, хотя бы мудрым словом и советом попросту отсутствует. Он занят своей работой, молодой избранницей, а Иван по сути лишний в его празднике жизни. И никакое копье или пальто не способно заменить той хотя бы минимальной отцовской поддержки, которая может быть выражена в элементарном разговоре. Итак, главный герой фильма – Иван. Не очень типичный представитель типичного большинства. Родители в разводе, тяга к высоким наукам отсутствует, а будущее не машет рукой успешной карьеры, тугим кошельком и высоким положением в обществе. Если очень кратко, но очень точно описать этого персонажа, то можно характеризовать его таким выражением, как «лишний человек». И как и свойственно лишнему человеку, его доминирующее качество личности – это вдумчивость, оригинальность и, что не менее важно, честность. Даже скорее не то, чтобы честность, а просто название вещей своими именами. Когда в мире взрослых, где так часто слышна фраза «ты только чего не ляпни», подростки, как правило, всегда стремятся сказать так, как есть. И то, что в обществе принято называть чувством такта или хорошими манерами, зачастую не более чем уловка для того, чтобы в действительности просто скрыть за этими высокими словами правду, которая лежит на поверхности. У Ивана мы наблюдаем то, что оригинальность мысли, слов и поступков направлена на всё окружение без исключений, без взирания на какие-либо авторитеты и даже дружбу. Его оригинальность и честность не поддельная, не вычурная, она настоящая. И пусть она местами выглядит как бы на показ, это лишь проявление некого вызова обществу в целом. Конечно, его оригинальность выражается порой не очень уместно, а честность рисковата, но эти качества они так и должны проявляться, особенно в молодом, ещё неопытном человеке. Быть собой, невзирая на то, как тебя оценят окружающие, на то, как ты впишешься в их понятия. Иван живёт на окраине Москвы и мечтает о подвигах, которые ему представляются во снах. Правда, в фильме это не показывается, там просто идёт фон из каких-то дрядущих папуасов. В действительности же по сюжету произведения ему снятся подвиги и сражения, где он, конечно же, главный герой. Потому что подвиги в представлении подростка – это всегда чётко разделяющее на доброе и злое, победителей и проигравших. Они просты для восприятия, благородны и не лишены смысла. Желание подвигов – это всегда желание молодёжи, ведь это олицетворение перемены, это борьба с чем-то большим и страшным. Но, конечно, борьба, которая заканчивается победой. И далее, раскрывая главного персонажа, мы касаемся, пожалуй, одной из самых большой проблем молодёжи – раскрытия своих талантов и их применения. Ведь подлинная особенность человека заключается именно в каком-либо таланте. Да вот правда, в каком именно? Это самый большой и тяжёлый вопрос для молодёжи. Его успешно подменили понятием «найти своё место в жизни», а если более правильно – в социуме. Но найти и понять свой талант – это в действительности очень непросто, особенно когда условия этому не способствуют. А жизненный путь и опыт ещё не успел дать тебе возможность распознать его. Общество же в виде взрослых уже требует от тебя, чтобы ты знал, стремился и становился. Я хочу понять одно. Я хочу понять, что он хочет. Я желаю знать, кого я вырастил. Но ты ещё к этому просто не готов. Хочется просто общаться, смотреть, бездельничать и, как говорят взрослые, прожигать жизнь. Их, с одной стороны, нельзя в этом обвинить, ведь они знают цену времени, они знают его невероятную скоротечность. Но ты, ты этого ещё не знаешь и не хочешь знать. Молодёжь не хочет прожигать жизнь. Она хочет просто ещё немного пожить. Без цели, потому что она пока просто не найдена. Иван, как и, наверное, немалая часть подрастающего поколения, прекрасно видит взрослую фальшь. Всю эту нелепую игру в коммунизм, идеалы и прочее видит, что взрослые сами в это не верят. Они лишь встроились в систему и, когда это необходимо, одевает привычную маску согласия, радости и прочего. Но наедине со своими желаниями всё обстоит иначе. Думаете, в конце 70-х, в начале 80-х кто-то искренне желал латать дыры коммунизма? Каждый в итоге мечтает не об общем счастье, а о личном. И, конечно, понимающий всё это Иван, а в его образе и остальная молодёжь, понимает, что слова о высоком, точной науке, хорошее образование, социальная целостность, нравственность и прочее – всё это лишь прикрытие, за которым стоит извечное, старое, непобеждённое и крайне простое желание. Желание материального достатка, без каких-либо усилий. Вот это по-настоящему честно, просто и понятно. Ещё я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длиналый шарф, а на сидении рядом магнитофон и маленькая собачка. Это честно. И, как и всегда бывает, совсем простым, честным и понятным в мире лжи и масок, это выглядит смешно, зачастую неуместно и, конечно, якобы абсурдно. Но всё же это остаётся правдой, во всяком случае в нашем мире и нашем социуме. И никакой СССР никогда не был этим исключением. Все всегда думали о своём. О своей зарплате, своих детях, стиральной машине, одежде, телевизоре и так далее. В большей или меньшей степени. В зависимости, конечно, от возможностей. А молодёжь? Она просто ещё не научилась врать окружающим. Даже не так. Она ещё не привыкла врать окружающим и, что самое главное, самим себе. Ну, посмотрите на отца Кати. Думаете, он не лицемер? Самый настоящий. Но дело в том, что он об этом даже не задумывается. Говорит, что для квартиры, машины и дачи нужно уметь коптеть и стараться, трудиться. Но вот вопрос. Если так, что же дети твоего круга? Почему одни идут в МГУ, а другие в армию? Одни ездят на трамвае, а другие на заднем сидении Волги? У кого-то с самого детства впереди маячит хорошая карьера и выездки за границу, а у других – работа грузчиками и курьерами. Разве так можно охарактеризовать общество, где все равны и всё равно? Нет. Всё это лишь подтверждает одну очень известную фразу, давно ставшей классикой. Все равны, но некоторые ровнее. И именно это и есть те маски, которые носило то общество. Одни делали вид, что Волги – это те же трамваи, а другие с этим соглашались. Хотя все прекрасно понимали, что к чему и как. Иван, кстати, прекрасно обыграл именно честностью этот вечный вопрос о приобретении богатства. Отец Кати приводит доводы того, как эти материальные блага достаются. А Ваня лишь сказал ему по сути правду, что всё в этом мире делается и передаётся по связям и возможностям. А? Агнеса? Ивановна? И вот разбирая дальше главного персонажа Курьера, мы подходим к обратной стороне его дара – вдумчивости и проницательности. А заключается она в том, что он очень рано повзрослел и очень рано всё понял. Он понял мир, в котором он живёт, людей, которые его населяют, но самое страшное то, что он понял своё место в этом мире. Он, как те взрослые, знающие о скоротечности времени, осознал своё место в жизни, без лишних и глупых надежд, воздушных замков и прочих иллюзий. Он знает, что жизнь ему не подкинет подарков и, так или иначе, с вероятностью 100% он будет идти по этой жизни курьером, грузчиком или, возможно, на ступень выше в этой социальной пирамиде. Но не более того. Конечно, он молод и ему не чужды обычные удовольствия, которые были доступны в то время людям его возраста – покататься с другом на скейте, посмеяться от души, занимаясь какой-нибудь глупостью или сыграть в карты на деньги. Но всё это не увлекает Ивана, как прочих сверстников. Эти мгновения беззаботной жизни не уловляют его в иллюзию того, что так будет продолжаться вечно. И, возможно, именно поэтому на протяжении всего фильма Ивана как бы тенью сопровождает некая грусть. Как говорится, знание сопровождает печаль. Иван в силу своего развитого воображения не упускает возможности развеселить себя, и не только себя, но и окружающих, хотя его шутки понимают не все. Да и надо признаться, это не всегда шутки в чистом виде, так сказать, а свои выдумки он не всегда выкидывает лишь в пустоту, порой решая ими сложные межличностные задачи. Причём, что немаловажно, в этом он способен идти до конца, что, конечно, говорит о том, что у этого персонажа есть свой внутренний стержень. Взять хотя бы оригинальное решение Ивана, пытавшегося спасти отношения с Катей, запрещаете общаться с вашей дочерью как к какому-то ребёнку, ну что ж, давайте по-взрослому. Екатерина Семёновна в положении. И прежде чем мы поговорим о главной героине фильма, Кате, стоит упомянуть, что та какая-то естественность и лёгкость в общении между ей и Иваном, которую мы видим в фильме, та неподдельная простота связана, вероятно, ещё и с тем, что они были знакомы в реальной жизни. Фёдор Дунаевский, сыгравший Ивана, её одноклассник, и что не менее важно в жизни Фёдора, по некоторым данным, в этот период тоже происходили нелёгкие события. Его выгнали из школы, и вообще он был такой сложный подросток. В некоторой степени Фёдор Дунаевский и Анастасия Немоляева играют самих себя. Она – дочь известного оператора и актрисы. Он – обычный советский школьник. Вот такая интересная особенность. Итак, перейдём, пожалуй, к не менее главному персонажу фильма – Катерине. Дочь успешного, богатого и влиятельного профессора. Ей, несмотря на все внешние комфортные условия жизни, невероятно скучно в этом уютном царстве. Кате не хватает событий и ощущений, а Иван – это тот самый свежий ветерок, который привнёс в её серую жизнь немного тех ярких красок, которых так жаждет уставшая от серости быта, хотя ещё и совсем юная героиня фильма. И всё же для неё это в некотором роде неосознанное развлечение. Ты смешной, ты мне нравишься. Как мне кажется, и он, и она знают, что ничего серьёзного у них, конечно, не выйдет. Она ему интересна, она красива, воспитана и ухожена. А он ей нравится, потому что оригинален. Не признаёт авторитетов, не глуп, талантлив на выдумку и сообразителен. Он бунтарь. А девочки любят бунтарей. Но она в итоге не стала открывать для себя весь его внутренний мир, так как с такими гениями всегда тяжело, и чаще из них получаются безответственные лентяи. Таким людям нужна сильная мотивация и направляющая для того, чтобы развить их талант до его кульминационной точки. Заканчивается всё драматично. Катя бросает Ивана, потому что она всё понимает. И дело, конечно, не столько в его выходках, просто он персонаж не её породы, и от этого никуда не деться. Она увидела его, так сказать, обычным человеком. Пальто и с цветами увидела, что он может быть таким же, как все. А прогнуть свою линию до конца и закончить словоделом Иван не смог. По каким причинам, это уже не так важно. Ведь женщины, как ни крути, всегда оценивают мужчин именно по поступкам. Так или иначе, все эти факторы сложились именно таким образом, что дальнейшее их развитие отношений стало просто невозможным. Катя, конечно, скорее всего понимает, что такого, как он, она уже не найдёт. Будут успешные, умные и талантливые, но оригинальные скорее нет. Это можно увидеть среди тех, с кем она общалась на дне рождения подруги и на территории МГУ. Вот они, люди её круга. В фильме вообще неплохо развернута очень тонкая и всегда острая тема расслоения общества по денежному признаку. И кто бы что ни говорил, это, пожалуй, основная тема в любом социуме. Обычные подростки и не менее обычные работники госучреждений, так называемые рядовые единицы, и более богатые, успешные взрослые и их дети, со своей внутренней, отдельной от большинства культурой и взглядами. В фильме интересно показано соприкосновение этих двух групп. Сцена, где Иван по первости начал улыбаться анекдоту, рассказываемом его другом, но обратив внимание на Катю, увидел, что она далеко не в восторге. И, возможно, в дальнейшей сцене критики он и сам понял, что выглядит всё это глупо со стороны, а может ему просто стало обидно за своих таких простоватых и в какой-то степени недалёких друзей и их интересов. А Кате, в свою очередь, стало обидно за своих друзей. Одна подруга уличена в явном и типичном пафосе, обычные кривляющиеся и курящие подростки, по сути, ничем не отличающиеся от друзей Ивана. Ничем, кроме денег и положения их родителей. А Иван не хочет чувствовать себя среди них серой мышью или каким-то изгоем, выдумывает историю, которая в итоге загоняет его в тупик. Слишком далеко на этот раз зашла его фантазия, и всё это происходит, конечно, не без примеси, какой-то обиды и чувства несправедливости. Золотая молодёжь, конечно, воспитана более качественно, у неё, как правило, хорошее образование, и помимо денежного достатка родители выступают как минимум до определённого возраста объектом авторитета и гордости. У кого-то папа дипломат, у кого-то профессор и так далее. Обласканные материальным достатком и комфортом, их проблемы кажутся ничтожными по сравнению с извечной дилеммой «что поесть и во что одеться». И в продолжении денежной темы в картине присутствует одна, пожалуй, из самых жёстких сцен в фильме, на мой взгляд. Эпизод, где главные герои искали место для уединения, и, как ни странно, ничего лучше подвала они найти не смогли. Казалось бы, вопрос достаточно привычный в нашем обществе, и, наверное, особенно обществе того времени, вроде как отсутствие места для уединения, какая-то непрекаянность, что ли. Она, как бы это ни печально, в силу своей массовости принимается обществом как нечно нормальное и обыденное. А ведь это очень плохо, когда подросткам, кроме улицы, на которой вдобавок так часто бывает плохая погода, особенно в России, уединиться-то особо и негде. И вот главные герои в своих стенаниях от места к месту оказались в подвале. Сыром, грязном и впоследствии ещё и с посторонними. Лучше ли это место, нежели какое-то более подходящее для таких целей, и к чему вообще могут привести наличие таких частных, так скажем, квадратных метров для молодёжи, это вопрос открытый. Но, конечно, Иван, простой советский школьник, как бы ни старался, не смог решить эту проблему. И на этом фоне стоит уделить внимание моменту, где Иван бросает копьё воображаемого леопарда. Именно эта сцена идёт следующей, после неудачных попыток уединения с Катей. Интересный кадр. Он стоит и представляет лежачего на песке леопарда. Чем же так сильно разочарован главный герой? Это выплеск гнева от бессилия перед системой и перед внешними обстоятельствами. У него, как и большинства молодёжи, просто нет ресурсов. И если разобраться с позицией социума, он ещё не мужчина, чтобы предоставлять ему кусок своей территории и не вынуждать бродить его по подвалам. Но зато он достаточно взрослый мужчина для того, чтобы использовать его ресурсы, призывая на войну, в которую он может отдать жизнь или остаться калекой. В общем, приводя все факторы, сказанные выше, мы видим, как два социальных слоя не могут ужиться друг с другом. Как ни странно, первая совместная встреча Ивана и Кати уже показывает неудачу их дальнейших отношений. И что это лишь вопрос времени. Они делают ещё одну попытку, Иван приходит к Кате домой, но в итоге становится ещё хуже, всё заканчивается полным провалом. Заметьте, каждая их встреча – это, как ни странно, маленькая неудача. Будто сценарист в виде некой длани судьбы разводит их, как бы намекая, что они не пара. Но не потому, что не подходят друг другу, а потому, что между ними стоят слишком высокие для них социальные барьеры. Кстати, в фильме, помимо прочего, присутствует очень тонкий воспитательный элемент. Это происходит в кабинете, когда Степан Афанасьевич и Зиночка беседовали о своих мечтах, а Иван решил сострить про своё желание о том, чтобы на всей земле победил коммунизм. Главный редактор не растерялся и, так сказал, воплотил желание Ивана, отправив его на овощную базу. Вот ты, Иван, и пойдёшь. Казалось бы, здесь нет на первый взгляд ничего такого, а далее картина резко сменяется встречей главных героев. Но если взглянуть на эту сцену несколько глубже, то перед нами откроется прекрасный пример того, как более взрослый явно указывает на то, что этот самый подросток в виде Ивана не так уж отличается в своём лицемерии от более старшего поколения. Если продлить этот момент и развернуть сюжет с кадрами Ивана на овощебазе, можно было прочувствовать, кому и как даётся эта так называемая победа коммунизма. И насколько в действительности каждый, в том числе и Иван, этого хочет. Стоит ли раскрывать в этом обзоре друга Ивана Базина? Не знаю. По-моему, с ним всё примерно ясно. Парень из неполной и, вероятно, не особо благополучной семьи, обделённой средствами, хотя достаточно спокойной и доброй, но который, судя по тому, что он написал в тетради по истории, которую зачитывала мать Ивана, тоже не отличается особым стремлением к чему-либо. И, вероятно, его жизненная перспектива уйдёт недалеко от стоп отца, работая грузчиком в магазине. Вообще, надо сказать, что пусть основная сюжетная линия завязана на Иване и Кате, остальные персонажи, хоть и несколько мимолетны, раскрыты в достаточной мере. Родители и дети, золотая и не очень молодёжь, старики, которые так верят телевизору. И даже финальный кадр с лицом солдата, где он не показан как гордый герой, прямо и смело смотрящий в глаза Ивану, пусть даже имея две медали за отвагу, если не ошибаюсь. А выглядит он как человек, который пришёл оттуда, где, видимо, быть не хотел. Ему стыдно, и он опускает глаза. А Иван смотрит на него и, видимо, понимает, всё ещё больше, чем раньше. Это грустный, несколько депрессивный, но, наверное, достаточно честный кадр. Кадр, который отражает голую и правдивую реальность, которая, как бы отражаясь во взгляде и ожоге солдата, показывает Ивану уже взрослую правду настоящей действительности. Иван говорил правду про язву отца, женитьбу на дочери богатого папы, правду при поступлении в институт, правду обличая желание взрослых, желающих ловить рыбу и выйти замуж за японца. А теперь перед ним стоит солдат, который ещё совсем недавно был таким же, как Иван. Он стоит с обожжённым лицом и показывает молчаливо и честно ту взрослую правду, как она есть. И дело, наверное, не столько в том, что Иван собирается в армию, и его, возможно, ждёт та же участь. Нет. Это просто кадр, когда взрослая и всё уже понявшая жизнь глядит на жизнь более молодую и тоже всё понявшую, но не испытавшую ещё на себе этот путь. И вот эта совсем немного более взрослая жизнь опускает глаза именно потому, что ей стыдно. Не отсидевшись где-то на пищеблоке, всё равно стыдно. Отчасти за своё лицо, отчасти за то здание, которое досталось от более старшего поколения, а отчасти, наверное, за то, что суровая правда действительности, которая может случиться с каждым. Несмотря на медаль за отвагу, видимо, окончательно убило в нём то, что мы называем детство. И теперь этот солдат, как немой часовой, должен передать этот пост очередному подростку, чтобы, возможно, и он, принеся в жертву остатки своей юности, сжёг их на пылающем одре суровой реальности. Если вы хотите видеть разборы фильмов не только импортного, но и советского кинематографа, давайте сверём 3000 лайков под этим роликом и пишите в комментариях разборы, на какие фильмы вы бы хотели увидеть. А с вами был канал WatchGods. Надеюсь, до новых встреч. Всем удачи.